Лекционный курс Об истории развития науки, об основных идеях, об эволюции этих идей и о том, как эти идеи, зародившись примерно 50-60, может быть даже 100 лет назад, дожили до нашего времени и как они развиваются сегодня. Чем вызвана необходимость такого курса? Вот к нам на факультете информатики Томского университета каждый год на первый курс приходит новое поколение студентов. Это очень необычные люди и необычным образом подготовленные. Но с одной стороны, они прекрасно знают все, что лежит на поверхности компьютерной. Какие там сегодня процессоры самые популярные, какие модные, какое программное обеспечение, какие игры и что. Говорят на непонятном нормальному человеку компьютерном жаргоне, рассуждают о достоинствах, недостатках современных компьютеров, с одной стороны. А с другой стороны, вот эти знания как бы не имеют под собой основы. Ведь многие, наверное, считают, что до пентиума, до современных микропроцессоров гигантских ничего и не было. И все это появилось на каком-то пустом месте и непонятно в каком направлении движется. Потому что голова крузится от этого обилия программ, от этого бурного круговорота событий в мире информатики. Но это такая, так сказать, полуориентация, она допустима для непрофессионала. А профессионал-то, человек, который связал свою жизнь с информатикой и собирается стать программистом или, скажем, системным администратором, он должен иметь глубокие систематические знания. Он должен знать историю своей науки, логику развития науки. И вот новые идеи, новые программы, новые изобретения, он должен уметь вкладывать в контекст того, что уже существует и создано до него. И имея вот такую ориентацию, историческую ориентацию, зная путь развития информатики на протяжении всего времени, он может в определенной степени предвидеть и будущее. Потому что самое удивительное в информатике как раз не то, что каждый день появляются все новые и новые изобретения, программы, процессоры и так далее, и так далее. А самое удивительное то, что основные идеи, основные концепции информатики, они сохраняются неизменными на протяжении уже многих лет. Вот несколько примеров. Оказывается, основные языки программирования, ныне модные, всякие, сии или объектные, скажем, парадигмы, они были созданы еще в 60-е годы. Скажем, базы данных, они тоже появились в начале 70-х годов. И вот это все новое, оно зиждется как раз на иногда даже хорошо забытом старом. И вот поэтому мы решили у себя на факультете информатики поставить лекционный курс, который так называется «Информатика от абака до интернета. Введение в специальность». И вот по этому курсу я написал книжку по таким же названиям, она тоже называется «Информатика от абака до интернета». И наш лекционный курс в какой-то степени это будет путешествие по главам этой книги. Итак, давайте начнем с введения, с первых вопросов. Что же такое информатика? И как появились компьютеры? Почему они появились? Ни раньше, ни позже? Итак, первый вопрос. Что такое информатика? Но обычно, когда хотят узнать определение какой-то науки, то лезут в энциклопедию, справочники. Вот передо мною большой энциклопедический словарь 1982 года издания. И написано в нем, что информатика – отрасль науки, изучающая структуру и общее свойство научной информации, а также вопросы, связанные с ее сбором, хранением, поиском, переработкой, преобразованием, распространением и использованием в различных сферах деятельности. Ну, что-то не то, по-видимому, покажется современному читателю. Ведь научная информация – это что-то связанное с библиотековедением, с библиографией. И потом, где тут компьютеры? Ведь ни слова не говорится о компьютерах. То есть, информатика вроде как-то без компьютеров, совершенно непонятно. Итак, 1982 год был. Хорошо. Давайте откроем другую книгу. Значит, эта книга, которая вышла позже, вот она тоже, книга она. Называется «Информатика. Энциклопедический словарь для начинающих». Книга написана очень профессиональным авторским коррективом под руководством член-кора Дмитрия Александровича Поспелова. И там дается такое определение, что информатика – это наука, изучающая все аспекты получения, хранения, преобразования, передачи и использования информации. Как видим, в этом определении подход совершенно другой. То есть, если там была очень узкая какая-то, так сказать, чисто библиотечная информация, то тут вообще вся любая информация. И здесь уже информатика трактуется как какая-то супернаука с необыкновенной, неопределенно даже широким сфером, так сказать, полем ведения. И формально говоря, под это определение подойдет любая наука, там география, история, она тоже, какие-то аспекты получения информации. Видите, здесь совершенно другой подход. Там узкий, а здесь супер широкий. И прошло вроде бы немало лет. Там был 80-е годы, здесь начало 90-х. Значит, что-то действительно произошло вот за этот десяток лет, когда поменялись взгляды на информатику в целом. Ну что ж, придется нам разобраться в этих вопросах, что такое на самом деле информатика, как это понимать. И более того, кстати, самое интересное, откуда слово-то само взялось информатика. Но поскольку самый надежный подход, это все-таки исторический подход, давайте немножечко, так сказать, покопаемся в истории. Ну а вот здесь нарисовано генеалогическое дерево информатики из этой самой книжки. Так вот, прородительницей информатики и всех смешных с ней наук была наука кибернетика, у которой есть совершенно точно названный, так сказать, ее отец кибернетики, ее основоположник. И известно, когда и появилась эта кибернетика. Так вот, основоположником кибернетики является выдающийся ученый, американский энциклопедист Норберт Винер, который в 1948 году опубликовал книгу под названием «Кибернетика или управление связь в животном и машине». И вот он определил кибернетику как науку об общих принципах управления в технике, природе и обществе, и в частности в технических устройствах, которые занимаются переработкой информатики. Ведь 1948 год — это время, когда уже начали появляться первые компьютеры. Ну вот, к сожалению, кибернетике на первых порах не повезло в Советском Союзе. Она вместе с рядом других наук, таких как психология или, скажем, генетика, она попала в разряд вредных буржуазных лженаук. Ну, помним, какое это было время, 50-е годы, это еще было сталинское, так сказать, советское время. Идеологическое засилие везде было. И вот, так сказать, официальная идеология марксистская, она набросилась на кибернетику. Вот видите, здесь определение в философском словаре, которое потом все цитировали. Это реакционная лженаука, возникшая в США после Второй мировой войны и получившая широко распределять в других капиталистических странах форму современного механицизма. Ну, в общем, тут, видите, вот эти адепты кибернетики, они пытаются, вот нехорошие люди, значит, отождествить процессы в животном обществе и машине. Невозможно это сделать, потому что это разные формы движения материи. Ну, и более того, в всяких разных журналах, популярных журналах появились разные там карикатурные статьи, критические рецензии на эту кибернетику. Вот, в частности, я помню, еще мальчишкой был, и вот в журнале «Техника молодежи» видел эту статью и эту карикатуру, а статья называлась «Кибернетика или тоска по механическим солдатам». Но замалчивать, конечно, эту науку долго было невозможно, время шло вперед. Дело в том, что, в общем, без математического абората, без технических средств кибернетики, ну, невозможен был прогресс, да и в обороне она была нужна. И поэтому постепенно наука стала выходить из-под поля кибернетики. И вот международно признанным основателем Советской школы кибернетики и программирования является профессор МГО Алексей Андреевич Липунов. Это выдающийся человек, который, кстати, был награжден медалью «Компьютерный пионер», медаль, которая дается самым выдающимся ученым в области информатики и компьютеростроения. Так вот, в стенах Московского университета он организовал первый семинар по кибернетике, привлек к участию в этом семинаре выдающихся ученых, академиков. И, кстати, прочитал самые первые курсы по программированию еще в начале 50-х годов и вырастил первое поколение отечественных программистов. Ну вот, на этой фотографии мы видим, что Липунов и Винер общаются, когда Винер приехал в Москву на первый конгресс по автоматическому управлению. Как раз в 60-е годы, когда кибернетика начала развиваться, и первые пионеры, отечественные советские пионеры, кибернетики, они очень много сделали для популяризации этой науки и для развития ее. Здесь, ну, хотя бы несколько фамилий можно упомянуть, но нельзя не сказать о выдающемся человеке, адмирале, инженере-адмирале, академике Акселе Ивановича Берга, который очень много сделал для развития кибернетики в Советском Союзе и был председателем научного совета по кибернетике, по призыванию Академии НОКССР. Академик Андрей Николаевич Калмогоров, наш выдающийся математик, один из самых выдающихся математиков 20-го века во всем мире. Или, например, вот Игорь Андреевич Политаев, который написал первую книгу по тематике информатики в Советском Союзе. Итак, в 60-е годы кибернетика, так сказать, вышла из-под поля, организовались институты, академические институты, в вузах специальности организовался, об информатике пока никто еще не говорил. Все, что было связано и с компьютером, и не с компьютером, все это, так сказать, входило в кибернетику. А вот слово информатика, оно появилось, видите, в 68-м году на обложке книги под названием «Основы информатики». Вот, так сказать, эта книжка, которая была написана директором Всесоюзного института научно-технической информации. Этот институт, который занимается реферированием научных статей и изданием очень популярного, необходимого ученого реферативного журнала. Так вот, эти авторы, Михайлов, его авторы, они в 65-м году издали первую книжку, которая называлась «Основы научной информации». Это о том, как статьи реферируются, как издаются всякие библиографические издания и так далее. Ну, вот именно о научной информации. А вот в 68-м году они предприняли новое издание, для нового издания придумали такое броское название, красивое, значит, информатика. И вот под таким словом, вот эта вся библиотека ориентированная информатика вошла в русский язык вначале и вошла вот в большой энциклопедический словарь, который мы с вами видели. То есть была еще пока информатика, видите, бескомпьютерная информатика. А вот второе пришествие слова «информатика» в русский язык название связано с именем еще одного выдающегося ученого, сибирского ученого, академика Андрея Петровича Ершова. Андрей Петрович Ершов был учеником Липунова, закончил московский университет, был одним из первых в стране профессиональных программистов, и вместе с Алексеем Андреевичем Липуновым он из Москвы, вот в начале 60-х годов, уехал в Новосибирск, когда там образовался сибирский научный центр, новосибирский академ-городок. В Новосибирске он создал большой коллектив, который профессионал занимался программированием и сделал очень много в этой области, в частности, первые оптимизирующие компиляторы, мы об этом будем говорить. И вообще это был необыкновенный человек, Андрей Петрович Ершов, он знал много языков, его авторитет за границей был, в общем, непоколебимый. Ну, в частности, он стихи, например, на английском языке описал. Так вот, Андрей Петрович Ершов видел, как развиваются компьютеростроения, как развиваются программирования, он понял, что назревает, в общем-то, такая компьютерная революция. И компьютер становится уже уделами каких-то там избранных ученых, а его нужны в школы внедрять и учить по программированию детей. Вот он написал первый учебник, кстати, по программированию, и этот учебник он уже назвал «Основой информатики». А впервые слово «информатика» Андрей Петрович Ершов применил, когда он в качестве редактора выступил вот с этой книгой, вышла книга Бауэр и Гоза, книга об основах программирования, и он как научный редактор подбирал название этой книжки. В немецком языке книжка называлась «Информатик» тоже, и они переводили немцы этой информатики как точное соответствие английскому «компьютер сайенс», то есть вот «Наука о компьютерах». И Андрей Петрович Ершов понял, что вот когда компьютеры-то начали развиваться, когда они бурно стали, так сказать, входить в всю нашу жизнь, потребуется новое слово, новое, емкое такое, красивое, яркое название, которое будет описывать все, что находится около компьютеров. Вот в английском языке есть слово «компьютер сайенс», а у нас в русском языке ну вот как-то не было такого слова, и он предложил слово «информатика». Именно вот в этом втором значении, как науку о всем, что связано с компьютером, с новыми информационными технологиями. И после того, как его книга, его учебник уже пошел в школы, то это слово «информатика» уже стала общеупотребительным и стала уже в современном, так сказать, значении использоваться. И уже в этом, даже можно сказать, более широком значении, оно попало вот в энциклопедию для детей. Так вот, ответить на вопрос, что за такое информатика, абсолютно точно определить границы этой науки невозможно, наверное, даже и сегодня. Существует множество определений этой науки, и есть, так сказать, три подхода. Ну, первый подход — это сверхширокий, когда в информатику связано, включают все, что связано с любыми процессами получения, преобразования и передачи информации. Ну вот в том, так сказать, смысле, в том значении, как это вот писалось в энциклопедии для начинающих. Это как бы сверхширокое определение информатики. Вот такое определение информатики обычно используется политиками, журналистами, философами, но, так сказать, непрофессионалами в области информатики. Второе определение, более узкое, это определение, второй подход, который включает в информатике все, что связано с компьютерами. Это точный эквивалент английского computer science, так сказать, компьютерной науки. В том числе вопросы конструирования вычислительной техники, внутреннего устройства компьютера. Ну, нормальное, хорошее определение, только возникает вопрос, а как же тогда понимать, скажем, устойчивое словосочетание информатика и вычислительная техника? Ну, если вычислительная техника входит в информатику, тогда это определение является некорректным. Так вот, существует и третье определение, и третий подход, совсем узкий, который определяет информатику как науку о применении компьютеров, не об устройственных компьютерах, то есть науку о компьютерных или, как сейчас принято говорить, о новых или просто информационных технологиях. Вот на этой картиночке я попытался изобрезать генеалогическое дерево наук, как оно мне представляется вот на сегодняшний день, и провести некоторые аналогии с музыкой. Вот раньше была одна большая кибернетика, потом она разделилась на кибернетику более узкую, как науку об методах, алгоритмах управления. С другой стороны, выделилась вычислительная техника, как наука об устройстве компьютеров. И вот осталась наука информатика о том, как эти, так сказать, алгоритмы, эти методы применяются на компьютерах. Так вот, если применить аналогию с музыкой, тогда кибернетике будет соответствовать ну тот человек, скажем, или то направление музыки, которое создано с созданием самой музыки. То есть специалист по кибернетике у нас будет соответствовать композитору, который написал музыку. Специалист по вычислительной технике будет соответствовать тому, кто создал музыкальный инструмент, ну, например, скрипичному мастеру. И, наконец, специалист в области информатики будет соответствовать тому, кто своим талантом, своим умением, своим искусством воплощает вот этот замысел композитора на этом инструменте. То есть это скрипач. Поэтому можно сказать смело, что информатика это не просто наука или отрасль знаний, а это неделимый сплав науки, искусства и ремесла. Ну, а теперь несколько слов о компьютерах. Почему же компьютеры появились именно в наше время? Не на сто, не на двести лет раньше, или, скажем, не позже, на сто лет. это что, случайный феномен? Это случайные события? Или все-таки это закономерность? И слова, скажем, информационная эпоха, информационная революция, это что, просто красивые слова, или это некоторые объективные явления? Так вот, легко убедиться, что и информационная революция, и информационная эпоха, это не пустые слова, это действительно некая объективная реальность. Вот давайте посмотрим на этот график. Значит, на этом графике, на этой картинке показан график распределения, ну, скажем так, населения какой-то условной страны, ну, все-таки передовой страны, по основным сферам деятельности. Но существует три основных сферы деятельности, это сельское хозяйство, промышленность и нематериальное производство. А по оси иксов, по оси абсцисс, здесь отложено время. столетие. Так вот, если мы заглянем в историю, то увидим, что где-то до 16-го, так сказать, 17-го, даже до 18-го века подавляющее большинство населения было занято сельским хозяйством. Люди сами себя кормили. Промышленность была абсолютно не развито товарное производство. Ну, и некоторое количество людей не сели, не пахали и ничего не создавали материального. Это были служители культа, это была аристократия, это были немногочисленные там, сказать, врачи, ученые, монархи и солдаты. Это вот все что-то нематериальная сфера. Так оно было и было примерно до половины или до последней третьей 18-го века, века, когда стала бурно развиваться промышленность, стали создаваться фабрики, заводы, возник рабочий класс. И вот количество людей, занятых в промышленности, стало бурно расти. И наконец наступил тот момент времени, когда количество промышленных людей, оно стало превалировать, оно превысило число людей, в относительной конечно, в относительном измерении, количество людей занято в иных сферах. И вот эта точка пересечения этих двух кривых может быть отождествована с точкой промышленной революции. Ну конечно промышленная революция не произошла мгновенно, это не один год и даже не одно десятилетие, но привязка скажем этого момента к последней третьей 18 века не вызывает сомнений ни у каких историков. Поэтому эпоха до промышленной революции это аграрная эпоха, а после промышленной революции началась индустриальная эпоха. и так время шло, промышленность стала развиваться, усложняться и здесь наблюдается с одной стороны уменьшение относительного числа сельскохозяйственных так сказать людей, занятых в сельском хозяйстве. Если их раньше было количество там чуть не 100%, то в наше время в передовых странах количество сельскохозяйственных рабочих, но составляет меньше 10%, 4-6% в Соединенных Штатах. Так вот, и тут наблюдается резкое возрастание количества людей, занятых в нематериальном производстве, в обслуживании всего этого материального производства. Дело в том, что с увеличением промышленного производства резко возрастает и количество информации, связанных с этим производством, которое надо перерабатывать, которое надо каким-то образом перелопачивать, хранить, создавать и так далее, и так далее. Это все, что связано с нематериальным производством. Если, скажем, промышленность увеличилась в два раза, то объем информации увеличивается не в два, а в четыре или даже в восемь раз. Резко возрастает, непропорционально возрастает. И вот с ходом времени, где-то уже в середине 20-го века настал момент, когда количество людей занятых в нематериальном производстве, в процессах в основном занятых с переработкой информации, с получением информации, с хранением, передачей информации, оно уже сравнялось с количеством людей, опять-таки в процентном отношении, занятых в промышленности. И вот этот момент, этот момент уже относится к информационной революции. И мы можем вполне говорить об информационной революции. Так вот, в свое время, когда настала промышленная революция, когда стала бурно развиваться промышленность, то это развитие промышленности было неразрывно связано с изобретением машин, механизмов, которые усилили мускульную силу человека. Ведь в аграрную эпоху просто люди не смогли бы создать такие материальные блага. У них было рук и сил на это не хватало. И совершенно объективно вот в последние третьи, скажем, 18 века и начале 19 века были изобретены машины, механизмы, источники энергии. Ровно в 19 веке было изобретено электричество в начале 19 века. И неизмеримо увеличилась мускульная сила человека и его возможности по созданию материальных продуктов. И опять-таки в 20 веке, вот в середине 20 века мы наблюдаем такую же ситуацию, но уже связанную не с мускульной силой, не с физическими возможностями человека, а с умственными, с интеллектуальными возможностями человека. Ведь если бы все процессы получения, обработки, передачи информации проходили с помощью тех инструментов, которые были в аграрную и в индустриальную эпоху, то некому было бы ни сеять, ни пахать, ни производить ничего, все люди бы заняты были только переработки информации, поэтому понадобился некий инструмент, некоторый так сказать механизм для вот механизации, автоматизации информационных процессов. И вот этот механизм, этот рычаг был создан, и это стал компьютер. Ну, однако компьютер это не единственный рычаг информационной революции. Вторым рычагом является или являются средства связи, средства передачи информации на расстояние. И здесь тоже нельзя не воспользоваться аналогией. Скажем, в эпоху первой промышленной революцией, когда возникли заводы и шахты, что было бы от них толку, если не было бы средств перемещения этих продуктов, если бы не был изобретен транспорт для перевозки материальных продуктов. Сначала железный дорожный транспорт, а потом скажем, автомобильный и другие средства транспорта. Тогда шахты свою продукцию выдавали бы на горы и не могли бы перевезти. Поэтому, конечно, первая промышленная революция невозможна без средств транспорта. Ну и недаром, скажем, легко видеть, что исторически всегда на переднем плане и самыми могущественными были те государства, которые в ту или другую историческую эпоху обладали наиболее развитыми средствами транспорта в соответствующем этой эпохе. Ну, допустим, в XVIII веке там, в XVII веке преобладающим видом транспорта был морской транспорт, и владельщица морей Англия была самым могущественным государством на планете. В XIX веке основным видом транспорта стал железнодорожный транспорт, и на первый план вышли государства континентальной Европы и Англия, это как раз государства, где были Франция, Германия, где были наиболее развиты, скажем, средства железнодорожного транспорта. XX век это век автомобилей, и, наверное, и благодаря развитию автомобилестроения наиболее могущественной державой стали Соединенные Штаты Америки. Ну, а что такое средства связи? Средства связи это тот же самый транспорт, только не для материальных продуктов, а для информации. Поэтому средства связи дополняют средства обработки информации, то есть компьютер, вычислительную технику, и взаимодействие с ними они действительно могут дать чудеса. Ну, история средств связи это, конечно, отдельный и очень интересный вопрос. нынешнее информационное пространство, оно же по существу является глобальным, уже весь мир опутан сетями связи, причем эти связи начинают и уже не то, что начинают, а уже тесно срослись с компьютерами, и сейчас вообще компьютеры и связь абсолютно неотделимы друг от друга. Ну, с одной стороны, проникновение компьютеров, средств вычислительной техники в связь, ведь любое средство связи, начиная от сотового телефона и кончаясь, скажем, видеокамерой, на которой снимается вот эта лекция, представляет собой сложное вычислительное устройство с цифровой обработкой данных, сложнейше. Любой, скажем, телевизионный комплекс это гигантский компьютер. Любая телефонная станция по существу это очень большой компьютер. А с другой стороны, средства связи, электросвязь, идя в сторону компьютера, привели к созданию принципиально нового явления, это компьютерные сети, которые сейчас опутали весь мир. И недаром ряд ученых, вот этот процесс слияния компьютеров и средств связи, они сравнивают с процессом слияния двух половинок атомного заряда в атомной бомбе, который приводит колоссальной силы взрыву. Но в данном случае это уже информационный взрыв, результатом которого является и вся эта вот телефония, и интернет-торговля, и банкоматы, и сети, и все, 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 что нас окружает. И мы с вами совершенно объективно вступили в новую эпоху, в информационную эпоху. Таким словом, таким образом слова информационная эпоха и информационная революция являются не преувеличением, а отразают объективную реальность. Ну и здесь хотелось бы кончить такой шуткой, анекдотом небольшим. Чем отличается индустриальная эпоха от постиндустриальной, от информационной эпохи, говорят? Так вот, в индустриальную эпоху отец учил сына управлять автомобилем, а в постиндустриальную эпоху. Внук учит деда управлять своем телефоном. Ну, на этом мы сегодня закончим. Спасибо за внимание. В следующий раз мы с вами уже перейдем непосредственно к истории развития вычислительной техники. И этому будут посвящены два раздела, две главы в этой книге. первая глава это доэлектронная вычислительная техника, а вторая глава это история развития электронных вычислительных машин. отмечения вычислительной 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 вычислительной